А вот спортсменам с инвалидностью только еще предстоит выявить сильнейших на главных стартах четырехлетия. Паралимпийские игры начнутся в Пекине 4 марта. Там выступят семь югорчан, двое пара сноубордистов и пятеро слэдж-хоккеистов. Наши спортсмены уже прилетели в Пекин и готовятся к предстоящим стартам. Я связался с нашими паралимпийцами и узнал об их настрое. Я уже настроен максимально и на победу. Конечно, только на победу. Чтобы флаг ПКР поднялся как можно выше. Запредельный настрой наших спортсменов объясняется просто. На прошлую паралимпиаду попали далеко не все. Более того, до главных стартов четырехлетия допустили всего 30 атлетов из России, но представлены они были как нейтральные паралимпийские спортсмены. В числе счастливчиков был и пара сноубордист Михаил Слинкин, для которого прошлые соревнования завершились без медалей. До самой гонки не понимал, что я нахожусь на паралимпийских играх. Я это понял только в момент, когда меня поставили в квалификацию, в калитку. Рядом стоял старший тренер, сборные указания давал. Слева от меня стоял стартер и вокруг меня крутилась камера. Только тогда я боюсь, что все серьезно. В этом году Михаил вновь будет бороться за медали в двух дисциплинах – сноубордкроссе и банкетслалами. Месяц назад югорчанин завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходил в норвежском Лилихамере. В финальном заезде он финифировал третьим. Профильно у меня на данный момент это сноубордкросс, поэтому будем бороться за медали в сноубордкроссе. Ну и банкетслалам тоже. Мы предолимпийский сбор делали в Австрии, накатывали жесткий сноуборд. И, возможно, я буду выступать на жестком сноуборде для того, чтобы иметь небольшие технические преимущества. Главным стартом четырехлетия готовится еще один пара сноубордистов – Алексей Петров. В отличие от Михаила Слинкина, он еще не проходил испытания олимпийского склона. Перед Паралимпиадой национальная команда провела сбор в Южно-Сахалинске. Кроме тяжелой акклиматизации, в планы спортсменов вмешались и погодные условия. Трассы завалило снегом. Слэшхокеисты тренировались во Владивостоке. В состав национальной команды вошли пять югорчан. На прошлую Паралимпиаду хоккеисты не попали. Прошлый турнир был в 2014 году в Сочи. Тогда россияне стали серебряными призерами игр. Самое главное – это была проведена большая работа, подготовка к паралимпийским играм. То есть я еще раз повторю, что все в хорошем настроении, все готовы играть до последнего свистка. В хоккейной команде есть игроки, для которых это будет первая паралимпиада. Например, для Михаила Мячина. Он попал в слэш-хоккейную команду Югра в 2017 году, но к дебюту Михаил готов. Паралимпиада – это мечта любого спортсмена. Каждый игрок, который попадет в национальную сборную команду, приложит максимум усилий, чтобы флаг ПКР поднялся как можно выше. Накануне наши спортсмены прилетели в Пекин. Ближайшие пару дней они пробудут на карантине, а как только получат отрицательные тесты на коронавирус, приступят к тренировкам в Поднебесной. А борьба за медали начнется уже 4 марта. Дмитрий Пришвицин. Специально для программы «Больше чем новости». Продолжение следует...